Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работает Сергей Уланов и Айнура Дусумова. И в начале выпуска коротко о главном. Часть бизнеса требует провести корректировку курса тенге. В поселке Зачиганск возводятся многоэтажные дома по программе «Доступное жилье». О надгробных памятниках, как хранителях истории, расскажет Антон Киселев. Сегодня Сенат, так же как и мы, жилист, направил прошение президенту дать согласие на проведение внеочередных президентских выборов. Между тем, Альянс блогеров предлагает просто продлить полномочия Назарбаева на 7 лет. По их мнению, выборы потребуют больших расходов, а референдум будет дешевле. Подробнее расскажет Бауржанша Ахмед. Сенаторы, в отличие от мажористменов, не стали прилюдно менять регламент пленарки, а сразу включили тему выборов в повестку дня. Второе отличие депутатов Верхней палаты от Нижней, они говорили вдвое меньше своих коллег. Если мажористмены 40 минут объясняли, насколько Казахстану необходимо провести выборы, то сенаторы уложились в 20 минут. А бывший министр юстиции говорил только по существу. Проведение этих выборов в установленные сроки, то есть в 1-2016 год, будет противоречить положению пункта 3 статьи 41 Конституции Республики Казахстан, согласно которой очередные выборы президента республики не могут совпадать по срокам с выборами нового состава парламента республики. Но во время голосования запрошение президенту дать согласие на проведение выборов получился казус. Вернее, сенаторы еще раз отличились от мажористменов. Причем спикер Тукаев сначала не обратил на это внимания. Дело в том, что один из сенаторов проголосовал против. Либо он воспользовался правом выбора, либо просто ошибся кнопкой. И только к концу заседания спикер заставил сенаторов проголосовать повторно. Причем после этого он объявил перерыв и подозвал к себе помощников. Скорее всего, спикер Тукаев отчитал невнимательного сенатора наедине. Но это осталось за кадром. Что-то там мне не понравилось. Это технически. Давайте переголосуем. Переголосуем. Это кто-то очень невнимательно проголосовал. Это просто для чистоты эксперимента, как говорится. Не, ну это ошибка техническая. Поэтому, когда переголосовали, видите, единогласно все восприняется. С нормальной головой человек не будет против народа, против будущего нашего голосования. А я думаю, у нас депутаты нормальные. Поэтому, когда переголосовали, все, в общем-то, единогласно получилось. Кстати, Альянс блогеров предлагает продлить полномочия президента Назарбаева до 2022 года. Такое обращение принято на правление организации. Альянс блогеров посчитал целесообразным внести предложение отказаться от выборов и провести референдум. Это позволит сэкономить деньги, считают блогеры. Мы направили прошение президенту о выборах. Мы желаем этого. Если он согласится, через два месяца в выходной день должны пройти выборы. А референдум или выборы, это президент решает сам. Это его право. По мнению блогеров Альянса, Нурсултан Назарбаев является гарантом суверенитета и будущего Казахстана. И будет глубоко символично в год 550-летия основания первого казахского государства провести всенародный референдум, так называемый «Курултай народа Казахстана» о мандате доверия лидеру нации до 2022 года. Согласно официальной информации, на выборы президента необходимо примерно 30 миллионов долларов. Так что на этом вопрос выборов не закрыт. Часть бизнеса просит провести корректировку курса тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики Ербулат Досаев. По его словам, из-за низкой цены на нефть доходы бюджета могут сократиться почти на триллион тенге. Напомним, что ранее председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана Аблемер Захметов в ходе брифинга выразил недовольство по отношению к недобросовестной конкуренции между российскими и казахстанскими товарами. Высказываются претензии местным предпринимателям, чтобы снижали цены и вели честную борьбу за потребителя. Но когда конкурентоспособность создается искусственно за счет резкого обвала российского рубля, это не совсем равная конкуренция, уверен председатель правления. Получается, девальвация выгодна для небольшой группы бизнесменов, но это может ударить по карману большинства простых граждан. Что же выберет правительство? Когда говорят по поводу курса, понятно, Национальный банк с учетом складывающейся экономической ситуации, он будет объявлять свои необходимые политики, которые будут проводить в рамках 2015 года. Мнение бизнеса вы знаете разделились. Часть бизнеса говорит за стабильность, часть бизнеса, которые просят провести необходимую корректировку курса, чтобы ослабить тенге. Но вопрос где-то правда, наверное, лежит в середине, для того, чтобы сбалансирована была сама экономика. В поселке Зачиганск, несмотря на холодную погоду, кипит работа. Здесь возводятся многоэтажные дома по программе «Доступное жилье». Кроме этого, строятся и социальные объекты. Это школа на 1200 места и физкультурно-оздоровительный комплекс. Наши корреспонденты наблюдали за ходом работ. Для Зачиганска строительство школы позволит разгрузить действующие учебные заведения, которые в данный момент переполнены. Школа оценится в сумму 1,7 миллиарда в тенге. Однако на данный момент подрядная организация получила лишь чуть больше 600 миллионов тенге из этих денег, пока строители производят работы за свой счет. На данный момент школа, практически коробка закрыта. Идет монтаж системы отопления, системы вентиляции, установка окон. По физкультурно-оздоровительному комплексу тоже работы по возведению коробки закончены на 100%. Также ведет монтаж системы вентиляции, отопление и готовится к отделочной работе. Школу подрядчики обещают сдать к 1 сентября 2015 года. Напротив учебного заведения возводится другой социальный объект. Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 сидячих мест. Объект оценится в 400 миллионов тенге. В поселке Зачиганск продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Еще в декабре месяце на этом участке была ровная земля. Сейчас здесь возвели двухэтажное здание. Подрядчики отмечают, что при достаточном финансировании они смогут сдать объект уже летом этого года. В новом спортивном комплексе можно будет играть в футбол, волейбол. На первом этаже разместятся тренажерные залы и душевые. На втором этаже оборудуют борцовский зал. Начали работу мы в октябре месяце. За это время выполнены работы по монтажу металлокаркаса и ограждению стен и кровли стенными шпанелями. В настоящее время ведется работа по отоплению и системе вентиляции. Для инвалидов здесь присутствуют, во-первых, пандус на въезде, два пандуса с двух сторон на главном крыльце. И специальное место для инвалидов. Это на первом этаже специальное помещение, то есть инвалид может по пандусу подняться. И по первому этажу у них помещение специальная трибуна для инвалидов. Сейчас в области ведет строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме Уральска, такие объекты появятся в Каратубе и Жемпиты. Роман Копняев, Айбулат, Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня в Сыромском районе Западно-Казахстанской области был открыт новый центр поддержки предпринимателей. Об этом сообщил прибывший в УРАЗ заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана Нуржан Альтаев. Центр будет оказывать самые необходимые услуги – маркетинговые, юридические и разработка бизнес-планов. Кроме того, специалисты будут консультировать по вопросам БУХ-учета, налогообложения, получения разрешительных документов. Планируется, что на базе центров будет функционировать школа для начинающих бизнесменов, в которых не только будут вести обучение основам предпринимательства, но и разрабатывать конкретные проекты. Всего в течение года Национальная палата предпринимателей планирует открыть 188 подобных центров во всех районах страны. В чем важность этих центров? Вы знаете, что у нас благодаря политике главы государства очень много различных программ государственных, которые направлены на оказание поддержки предпринимателей. Но, к сожалению, вот эти инструменты, этих программ не всегда доходят до села, не всегда доходят до сельского уровня. Последний месяц зимы перевалил за свой экватор. Коммунальщики начали подготовку к паводку. По их сведениям, в этом году может быть ранняя весна, и первые лужи ждут уже к началу марта. Сейчас по всей территории областного центра идет уборка снега. В этом году коммунальщики уже вывезли за пределы города 220 тысяч кубометров снега. Это уже на 25% больше, чем в прошлом году. Но даже сейчас снега на улицах еще предостаточно. Первую тайну мы вообще ожидаем массу паводок. Это числа 10 марта планируем, думаем, что насчет основной тайны, то есть снега, то есть образование луж на дорогах. В принципе, у нас вот вакуумные ассенизаторы наши свои, вот это в количестве двух единиц КАМАЗа, две единицы ЗИЛОВ. То есть они пока готовы у нас 100%. Также будем привлекать привлеченную технику, потому что своим силами мы не справимся, то есть в этот паводок. То есть будет помощь, жарки полнорога выделяет нам, бат, сорносы. Сейчас снег убирают не только с центральных улиц областного центра, но и с периферийных. Особая опасность подтопления ежегодно возникает на дорогах, где отсутствует орочная система. Сейчас сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия чистят снег в паводкоопасных районах. Они призывают население тоже помочь в их работе и вывести снег с прилегающей территории. Люди тоже активно помогают снегоуборщикам. Когда снег не убирается, здесь всё затапливается. Ну вот сейчас ДЭП как работает? Ну, мне понравилось. То, что вот человек обратился, сказал, что здесь надо убрать. На следующий день они сразу убрали. Сейчас коммунальщики обратились с письмом ко всем руководителям уральских предприятий с требованием очистить от снега прилегающую территорию. Иначе весной сугроб превратят улицы в бассейн. Роман Копняев, Айбула Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Надгробные памятники – хранители истории. Благодаря исследованиям этих плит историки могут открыть факты, которые ранее были неизвестны. Такая мысль была озвучена на конференции, прошедшей в стенах ЖАИК-пресс. Историки, археологи и культурологи напопросили местные власти о помощи в данной сфере. По завершении встречи между областным филиалом партии НРОТАН и управлением культурой был подписан меморандум о сотрудничестве в исследованиях. В отдаленных селениях и степях Западно-Казахстанской области находится много захоронений с надгробными памятниками, которые постепенно уничтожаются временем, эрозией и домашним скотом. Благодаря этим трудам историки смогли отыскать захоронения таких батыров, как даукара, тайлак, сатай, науша, и собрать о них ценную информацию, которая ранее была неизвестна. На данный момент начали искать и исследовать несколько надгробных плит. Были привлечены историки. Проделанная работа уже дала свои результаты. Ряд исторических событий мы констатировали неверно. Сейчас казахстанские учёные исправляют это. В архивах сейчас информации недостаточно, уверены историки. Что-то пропало, что-то было уничтожено, что-то потерялось. Некоторые факты были неправильно истолкованы. А информация, которую несут надгробные плиты, откроет истину. Ведь истории о прошлом, которые дошли до наших дней, были пересказаны тысячи раз. И, скорее всего, за это время непроизвольно изменились. В 2009 году мы включили 1966 памятников в государственные списки. Куда же? Сейчас у нас 2300. Куда же под охрану государства? Так вот, попытаться, задача ваша, вторая задача в церкви спринции, не только выявление, не только фиксация, взять их под защиту. Вот это главное. Для этого у нас составляет единый список. На сегодня в Западно-Казахстанской области более 50 памятников, тексты которых историки и уже изучили. Работа продолжится, и результаты будут предоставлены широкой публике. Антон Киселев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Мы продолжаем наш выпуск, и вот что вы увидите далее. Почему пассажиров и их багаж будут досматривать на автовокзале? Отсутствие зрения знанием не помеха, считают педагоги школы для слабовидящих. В Уральске появился первый памятник в честь погибших на Чернобыльской атомной электростанции. В области за последнее время выявлен ряд наркопреступлений. Об этом сегодня сообщили в Департаменте внутренних дел. Полицейские ликвидировали наркопритон, в котором потребляли экстрактопия. В данный момент на территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг». Приверяются аптеки, реализующие наркосодержащие препараты без рецептов. Виновных привлекают к ответственности. При обыске дома, у которых было изъято более 2 грамм героины и 101 грамм марихуаны, в настоящее время они также арестованы и возбуждены уголовным делом по признакам статьи 297. Далее 16 февраля сотрудниками УБН на пограничном посту сырым авто был задержан гражданин города Уральска, 58-го года рождения, у которого при личном досмотре, при пересечении государственной границы, был изъят героин весом 15,51 грамм. К нескольким годам лишения свободы осудили за кражу и транспортировку нефтепродуктов. По сообщению прокуратуры области, некие Козлов в составе преступной группы с Бурамбаевым занимались хищением нефтепродуктов с трубопровода Жаех-Мунай. Далее без документов перевозили их в различные регионы Казахстана. Общая стоимость похищенных нефтепродуктов оценена в 42,5 миллионов тенге. Приговору Муральского городского суда Козлову и Бурамбаеву назначено наказание в виде 6,3,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судом в доход государства конфискованы три автомашины, с помощью которых совершалось хищение нефтепродуктов, а также денежные средства в сумме 8,5 миллиона тенге, принадлежащие Бурамбаеву, которые ранее были арестованы в ходе главного судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя. Приговор суда не вступил в законную силу. Сегодня борцы с коррупцией приняли участие в акции «Сдай кровь, подари людям жизнь». Более десятка сотрудников департамента по делам государственной службы и противодействия коррупции стали донорами. В областном центре крови отмечают, что сотрудники силовых структур их частые гости. Участие в акции ранее принимали административные полицейские, спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям, военные из департамента и управления обороны. В этот раз настал черед борцов с коррупцией. В рамках акции «Сдай кровь, подари людям жизнь», «Сдаем кровь». Мы думаем, что это в последующем поможет нашим гражданам. Можно сказать, что это для нас стало традиционно, так как мы уже не первый год сдаем кровь. Как отмечают сотрудники центра крови, дефицита доноров у них нет, но есть потребность в редких группах крови. Мы принимаем донора сегодня, они сдают 450 миллилитров крови. В последующем мы эту кровь обследуем на все виды инфекций, на 5 инфекций, которые нас непосредственно интересуют. Мы, обследовав кровь по отрицательным результатам, укладываем в холодильник при определенных температурах. Через 4 месяца мы этого донора вновь вызываем и делаем повторное обследование. После повторного только отрицательного обследования этой крови, мы вот эту сегодняшнюю кровь выдаем на переливание. Больным, как получается, дважды обследование. Медики уверяют, что процедура сдачи крови совершенно безопасна для организма здорового человека. Доноры, постоянно сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет дольше среднестатистического человека. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Пассажиров и их багаж теперь будут досматривать на автовокзале. Только все проверки будут проводиться вручную, так как специальные сканеры и рамки металлодетектора, как основной аспект антитеррористической защиты, там отсутствуют. Но все же для безопасности пассажиров эта процедура необходима, считая жителей города. Обо всем этом подробнее расскажет Олег Великий. На неделе в здании городского автовокзала стали действовать новые правила. Теперь пассажиров с багажом будут досматривать. Но не всех, а только тех, кто вызывает подозрения у сотрудников службы безопасности. Ведь в данный момент сумку с запрещенными к перевозке предметами в здании автовокзала можно пронести беспрепятственно. Им положено досматривать багаж визуально или там как-то, если какое-то вызывает сомнение, у пассажиров смотрится, ну, все-таки на психологический актест, что ли, как смотрят на пассажира, если он считает, нужен досмотреть этот багаж, они имеют право это делать. Терминала нет. В данный момент сейчас требуется даже установка терминала, будут устанавливать у нас на дверях, это все пропускные пункты, огораживание там, это требование времени. Но опять-таки это рекомендуемые требования пока на данный момент. Нет такого обязательства, как вот в аэропортах, где вот именно терминалы. Еще многие помнят события теракта, произошедшего в 2013 году в Волгограде. Тогда в здании железнодорожного вокзала погибло 18 человек. Данный факт показал всему миру, что вокзалы, автовокзалы и аэропорты очень уязвимы. Установка современного досмотрового оборудования в местах массового скопления людей обязательно. Частное владение это или государственное значение не имеет. Этого мнения и придерживаются уральцы. Надо, надо, я думаю, конечно, безопасности. А вот если сотрудники службезопасности вручную ковыряются? Вручную нет, конечно, вручную нежелательно. То есть это неприятно? Лучше, конечно, аппараты лучше поставить, я так думаю. Вручную некорректно, мне кажется. Личные вещи. Человек, может, не хочет показывать какие-то свои личные вещи, которые он стесняется. А так сканеры должны ставиться для безопасности жизни людей, стабильность. Это во всех международных странах есть уже. И в наших должно быть. Ну, я думаю, что надо везде устанавливать обязательно. Чтобы поменьше терактов было. Технические средства наблюдения, такие как видеокамеры внутри здания автовокзала имеются. Только чтобы полностью обеспечить безопасность пассажиров, этого мало. Когда при входе в автовокзал появится рамка металлодетектора, неизвестно. Олег Великий, Алтымбек Маякенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. До 70-летней годовщины Великой Победы осталось чуть больше двух с половиной месяцев. Свидетели той страшной войны с особым трепетом ждут этой даты. Наши корреспонденты побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного кавалера Ордена Почетного Легиона Франции Николая Федоровича Ветрова. Он поделился с Мариной Горбук своими военными воспоминаниями и дал напутствие молодежи. Николай Федорович Ветров ушел на военную службу за несколько лет до Великой Отечественной войны в 1938 году. Свой военный путь он начал в Монголии, где в составе учебной телеграфной роты воевал на Хаухенголе. В то время рассказывает ветеран о том, когда начнется война, еще не знали, но уже чувствовали, что ее не миновать. В начале 1941 года Николай Федорович уже дембилизовался по сроку службы и даже успел вернуться на родину – в Бузулукский район Оренбургской области. Тогда еще ветеран не думал, что отдыхать придется недолго, ведь уже через полгода началась война. Приехал домой, а моих брат с 2008 года, с 2010 года и с 2021 года, младший с 2021 года у меня братишка еще был, их в армию забрали, я их никого не видел. Потом я устроился на работу, а тут война. Только задумал жениться, а тут война. На военном поприще Николай Ветров выучился на авиамеханика. С той поры на него была возложена огромная ответственность – испытывать военные самолеты и готовить их к боевым действиям. Далее он стал одним из двух механиков, направленных в полк «Нормандия-Неман». Этот авиационный полк действовал в годы Второй мировой войны на Советско-Германском фронте. В школе, значит, вчера мы на бомбардировщику учились, на механику. Потом кончили. Нас отобрали 36 человек истребителей, учить истребителей. Мы целый месяц учили. После окончания училища, мы, значит, экзамены сдали. Нас направили 18 человек из 36 в Качинскую летную школу механиками. Победу ветеран встретил в Восточной Пруссии. В послевоенное время Николай Ветров практически всю жизнь работал агрономом в колхозе. Воспитал с супругой пятерых детей. На вопрос о пожелании молодому поколению ветеран отвечает однозначно – главное – трудиться. Работать. Только работать. Больше ничего. Остальное всё будет. Только… Ну, чтоб только трудовая… Труд был бы у них первым, в мысли первой в голове. Стоит напомнить, что Николай Ветров – единственный в Казахстане ветеран, являющийся кавалером награды Ордена Почётного Легиона Франции. Марина Горбук, Даурин Досимбиев, Александр Грабырев, ТДК-42. К сожалению, всё меньше остаётся с нами тех людей, кто больше всего этот праздник ждёт, и тех, благодаря которым мы сегодня живём под мирным небом. Ещё один герой нашего следующего сюжета прошёл всю войну от начала до конца. Это Александр Иванович Борзиков. Наш корреспондент Олег Великий встретился с ветераном Великой Отечественной войны. Родился ветеран в Уральске. На войну Александра Ивановича призвали в 18 лет. В то время ветеран вспоминает неохотно. Слишком тяжело тогда ему пришлось. Воевал на всех фронтах, рассказал нам Александр Иванович. Под Смоленском получил ранение. Подорвался на мине. В Иркутске лежал я. 6-7 месяцев лежал. Врачи застопали, застопали, обеих поехали. Чего же делать? Война не кончилась была. Каждый боролся за свою жизнь. Слава Богу, что стали живы. Даже вернулись инвалидами. Ну, вернулись всё-таки. Сегодня нашему герою 92 года. После войны ветеран работал на автобазе сельхозтехники. Водителем. Оттуда и ушёл на пенсию. С супругой Анной Григорьевной познакомился в Уральске. Вместе они прошли большой жизненный путь. У супругов двое детей, трое внуков и трое правнуков. Анна Григорьевна является ветераном тыла. Вот так всю войну поработали. Холодные и голодные. Без топлива. Кое-как. Потом летом сами ходили в рубежку заготавливать карши из-под яра. Вытаскивали девчонки. Все девчонки были. Вот такая тяжёлая жизнь была. Только смелость и отвага помогли победить в той войне, считает Александр Иванович. Каждый раз 9 мая он ходил на парад. Только вот теперь 70-летие Победы встретит дома. Пойти на праздник здоровье не позволяет. Наш телеканал поздравляет всех ветеранов с 70-летием Победы и желает им крепкого здоровья. Олег Великий, Алтамик Макенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Отсутствие зрения знаниям не помеха. С 1996 года в Уральске функционирует школа для слабовидящих. Для детей со всего Западного Казахстана с населением в 2,5 миллиона эта школа является единственным уголком знания и адаптации. О том, как обучают слабовидящих детей, расскажет Багдад Камашев. В школу принимают детей, чьи зрение не более 40%. Кроме слабовидящих, здесь также есть дети, имеющие диагноз ДЦП, умственное отклонение. Условия проживания приемлемы. Хотя в прошлом году должны были провести капитальный ремонт, который почему-то был отменен. Дети здесь не только учатся, но еще и живут. Их кормят 5 раз в день. Все обуты и одеты. Из бюджета на это было выделено 4 миллиона тенге. Здоровые учащихся также под контролем. Круглосуточно в школе дежурят 4 медсестры. На лечение в этом году выделено 475 миллионов тенге. По мнению руководства, условия не только создаются, но и обновляются. Интернат рассчитан на 140 учеников. Из них у нас 64 обучаются и проживают в интернате. Среди оборудования для обучения есть увеличительные приборы, позволяющие прочесть любую мелкую надпись. Помимо слабовидящих, в школе учатся и проживают 7 учеников, имеющие тотальную слепоту. Дети изучают все предметы, кроме НВП. И даже информатику. Благодаря специальному компьютеру, который озвучивает каждое прикосновение к клавишам. Ну а совсем юных обучает азбуки с помощью методики Брайля. Если нормальному ученику достаточно повторить 3-4 раза, для того, чтобы у ребенка с нарушением зрения сформировался образ, чтобы закрепить образ буквы, чтобы о чем-то сформировать предметное представление, нужно повторять до 300 раз. Со слабовидящими школьниками работают 7-6 педагогов и воспитателей. Рабочий день начинается в половине седьмого утра. Сотрудники школы с гордостью рассказывают о детях, которые частенько выигрывают республиканские турниры по шахматам, участвуют в международных научных конференциях, поют и танцуют, а также поступают в вузы. Багдад Камашев, Алтымбек Майкенов, Рустам Жумашев, ТДК-42. В Уральске появился первый памятник в честь погибших на Чернобыльской АЭС. Расположен он в сквере в районе ремзавода. Сама идея установить памятник появилась еще в 2011 году. Спустя время ее воплотили в реальность. Хотя, как рассказал дизайнер памятника Дмитрий Волкогонов, пришлось изрядно постараться, чтобы построить в городе еще одну достопримечательность. Идею постройки памятника выдвинуло Уральское общество чернобыльцев. Узнав об этом, у Дмитрия Волкогонова сразу же возникла куча вариантов, каким он должен быть. Сам процесс был очень трудный, как, в принципе, и все другие творческие дела. Очень бурно обсуждался вопрос о расположении этого памятника. Сначала его хотели поставить в одном месте с памятником воинам-интернационалистам. Но вскоре решили разместить в сквере в районе ремзавода. Нужно было наш проект, который уже был к тому времени сформирован, утвердить в Астане. То есть при Министерстве культуры. Слава Богу, комиссия прошла положительно. Все наши три проекта утвердили. Приехали мы, скажем так, с победой. И после этого началось воплощение. Общая сметная стоимость самого памятника составляет 26 миллионов тенге. На обустройство всего сквера затрачено порядка 150 миллионов тенге. Высота самого памятника – 8 метров. Выполнен он из гранита. Также на нем можно наблюдать двух бронзовых птиц. По словам дизайнера этого памятника, простоит он не один век. Официальное открытие памятника из сквера должно состояться в апреле текущего года. После того, как будет возможным запустить в воду фонтане. Олег Великий, Алтамбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Футбольный клуб «Акжаик» вернулся со вторых учебно-тренировочных сборов, которые прошли в Турецкой Анталии. Главный тренер команды Сергей Волгин просмотрел новичков, и клуб заключил контракты с некоторыми легионерами. После короткого отдыха «Акжаик» отправится на третьи сборы в Турцию. Они пройдут с 26 февраля по 15 марта. Практически мы на 90-95% собрали команду, где уже проводим контрольные матчи. Даже сыграли матч, где по целому матчу некоторые ребята сыграли. То есть в целом сбор, можно сказать, прошел успешно. Скорее всего, будет центральный защитник-легионер, два полузащитника-легионера и нападающий. Последний, скорее всего, это будет Олег Хромцов. И это как нападение средняя линия «Матич» и «Султес» в Чехии. То есть игроки высокого уровня. И я думаю, они нам помогут однозначно. В ближайшие дни на территории Западной Казахстанской области ожидается погода без осадков, с резкими колебаниями температур. Ночная температура воздуха будет варьироваться от 10 до 20 градусов мороза. Днем же от минус 15 до 0 градусов. Такая погода продержится до следующей недели. По многолетним метеоданным, самым холодным днем 19 февраля отмечено в 1954 году. В тот день столбики термометров опустились до отметки 39 градусов мороза. А вот 19 февраля 1963 года за последние 50 лет отмечено самым теплым. Тогда температура воздуха прогрелась до 2 градусов тепла. Погода в нашей области будет определять высокое давление. Поэтому ожидается погода без осадков. Ветер западный умеренный. Повышение температуры воздуха ночью от 18-23 до 10-15 мороза. Днем от 10-15 до 0-5 мороза. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...